У любви нет преград и границ, зато есть лицо. Алексей Кузьмич изобразил свою любовь более чем на тысячи полотен. Каждая его Мадонна имеет свой характер и настроение, но при этом схожие черты лица. Все Мадонны похожи на супругу и музу, автора и Нессу. Он словно следует заветам мастеров Ренессанса, полагая, что высокое искусство возрождения и сегодня облагораживает и очищает, несет успокоение, в котором человек нуждается всегда. Сейчас у меня цель провести этот проект по областным городам Беларуси. В частности, я рад, спасибо городу Бресту, что очень приятно, что первый из областных центров, который принял этот проект, эту выставку. Тем более, вдвойне приятно, что отец является уроженцем Брестского района. Картины Алексея Кузьмича популярны во всем мире. Мастер стал известен благодаря циклу картин с изображением плачущих Мадонн. Автор первым во всемирной истории создал подобный образ. В городе над Бугом выставка художника проходит впервые, несмотря на то, что родом он из деревни Махро Брестской области. Какие впечатления от выставки? Потрясающая выставка, вот что я могу сказать. Если нужно будет еще раз прийти, я обязательно приду и буду смотреть на все эти картины этого художника замечательного с радостью. Образ, прошедший через все его творчество, пришел из послевоенного детства. Художник вырос в окружении матери, пяти сестер и деревенских вдов-соседок. Именно поэтому он, как художник и творческая личность в каждой своей картине боготворит женщину. Здесь сочетается в этих картинах земное и небесное, светское и сакральное. Для него Мадонна – это символ чистоты, веры, надежды, любви, жизни. Ну, все, что есть хорошего в женщине. Творчество мастера – это его храм, возведенный трудом, мыслью и любовью. До 31 октября в художественном музее Брестской крепости можно лично окунуться в мир Мадонн художника Алексея Кузьмича.